У першиню Максим взял на руки маленькую дачку, а маль два месяца тому. Ганночка народилась 11 листопада. Правда, тогда, но воспитанный тата забрал в родильни одразу два каштолные скрутки. Женка Мария подарила ему еще и сына. Когда я забирал их с роддома, я их взял сразу двоих. И у меня было такое чувство гордости. Все выходят с одним малышом, а я иду сразу с двумя. И нас было много вообще встречали все родители, дедушки, бабушки, наши братья, сестры. Большое чувство гордости я испытывал. Двойнятки стали у семьи не первыми старшему сыну Леши 7 годов. Другому Антону Амальтры. Их счастливая мать и признается, тяжкости уж мадетных и материнства на себе не отшивая. Антошка очень много внимания им уделяет, помогает. Где-то памперс выносит, где-то погремушкой постучит, где-то пустышку поднесет. В общем, целиком и полностью старших детей мы не ограждаем от младших, а наоборот с содействием, чтобы они росли вместе, помогали. Я считаю, что это немаловажно в многодетной семье. И с детьми очень просто, легко, даже не хочется выходить на работу. Три годы декрета, что месячная допомога, одноразовая выплата на народжение дитя. И это только частка поддержки семьи в Беларуси. Мария, как младетная, отремливает еще и бесплатное харчевание на детей. А кроме того, три раза на тыдень до нее приходит социальный работник и бесплатно допомогает доглядать детей. Такая поддержка стала одним из мотиваторов роста народжальности. Даже в этом году на Гомельщине она досягнула рекордные планки за опошнюю четверть ста годя. Великий уклад в это унесла и медицина. Я приведу пример. Если раньше преждевременное излитие околоплодных вод являлось показанием к родоразрешению в ближайшие три дня, то сейчас мы стараемся максимально увеличить срок внутриутробного нахождения ребенка. Все мы понимаем, что один день внутриутробно – это три дня в отделении интенсивной терапии. И вот эти технологии, методика ведения женщин с преждевременными родами, с преждевременным излитие околоплодных вод помогла нам в конечном итоге снизить число досрочного родоразрешения, снизить число недоношенных деток. Ешь один с досягнутых выника у снижения смертности новонародженных. Уже в начале 2016 года с родобластей Миновита Гомельшина вышла в лидеры по этому нормативу и до этого уже состоится на первых позициях. А кроме того, ее не становится все больше шмотлетных семья. По величине идет опошление четыре года. И когда в 2015 таких семьях было 13,5 тысяч, то все лета омаль на тысячу больше. Даже у Максима и Марии плана устроить шмотлетную семью не было. Но от такого зер произукажут счастье только больше. Про это в будущем молодые батьки глядят с надеей на еще один подарунок. Я еще одну прохожу неудачку. Ганна Ковалева, Александр Харлампоу, Телерадо, компания Гомель.